Добрый день, уважаемые зрители канала Катранган. Рады, как всегда, вас приветствовать. И данный видеообзор посвящен вот такому вот устройству от компании Clumbin Technology. Это спусковое устройство, предназначенное для спуска по веревке естественным образом. И, на мой взгляд, одно из самых удобных. Удобство его заключается в том, что оно контролируется, скорость его перемещения по веревке и вообще, как бы, все устройство контролируется при помощи одной руки. Передом всем, вторая рука абсолютно свободна и может, скажем так, быть задействована для всевозможных других моментов. Как-то оттянуться, зацепиться за что-то. Это бывает, скажем так, очень необходимо на навеске. Итак, непосредственно о данном устройстве, о принципе его работы и так далее. Известная итальянская фирма, как мы видим, Clumbin Technology Made in Italy, также на верхней щеке, которая должна быть обращена лицом к вам, потому что вот оно, именно эта щека, отстегивается для заправки веревки, также присутствует схема. Правильная схема, как вдевать веревку в устройство и как им пользоваться, образно говоря. Итак, начинаем показ использования. Отбрасываем вот этот вот кулачок и щека сдвигается подобным образом, открывая нам доступ веревки к данному устройству. Как видим, две неподвижные бабышки, они абсолютно четко зафиксированы в данном устройстве, они не должны проворачиваться, иначе как бы все это дело теряет смысл. Веревка заправляется следующим образом. Если будем считать это верхом, то есть навесочного конца, то заправляется под низ, продевается через бабышку и застегивается. При, скажем так, при наличии, вот как мы видим, данной гайки и данного металлического пальца, или не при наличии, а данные вот два элемента, при закрытии гарантируют нам невозможность отгиба под нагрузкой, или если вдруг как-то устройство стало криво, отгиба верхней щеки. Абсолютно полностью надежно закрыто. Соответственно, данная собачка не позволит ему самостоятельно открыться. После чего, когда мы пропускаем веревку через два перегиба, которые уже сильно уменьшают нагрузку на руку, контролирующую, скажем так, скорость и плавность спуска, мы должны обязательно продеть в карабин, еще нижний конец. Как видим, на данном устройстве присутствует специальное ухо, куда вдевается в карабин. И, пропуская его сюда, мы обеспечиваем еще один перегиб веревки, изменяя угол которого этого перегиба, то есть делая его более острым или более тупым, мы под нагрузкой, абсолютно легко и плавно, изменяя угол, можем регулировать плавность хода, а также скорость данного спускового устройства. До полной остановки, вернее от полной остановки, до практически свободного падения. Данное устройство умеет очень быстро перемещаться по веревке. Опять же, это в случае необходимости. Иной раз такая необходимость возникает, когда нужно очень быстро достать дна. А, главным условием при использовании всевозможных спусковых устройств, напомню на всякий случай, является обязательное наличие узла на конце веревки. Ну, тут, скажем так, узел очень образный, можно, конечно, что-то поинтереснее завязать, но не важно. Узел обязателен, он спасает жизнь, потому что в тех условиях, когда, скажем, в вашей навеске несколько не хватает, до дна, чтобы, скажем так, случайно не упустить конец веревки, мы завязываем узел, который в случае преждевременного окончания веревки просто застрянет в вашем спусковом устройстве и не даст вам упасть. Даже если, скажем, расстояние от конца веревки до дна невелико, метра три, то приземлиться, скажем так, на мягкую точку, пролетивая этих три метра в свободном падении, не есть хорошо. Хорошо. Узлы обязательны. Это знают все. В данном случае это карабин, который крепит данное устройство к обвязке. И покажу вам, как это устройство можно зафиксировать на веревке. Если вам понадобилась остановка на веревке, вы достигли необходимого места, например, для работы, или хотите банально передохнуть, то фиксируется устройство на веревке очень просто. Опять же, одной рукой мы просто перебрасываем конец через данное спусковое устройство и стегиваем его, опять же, в карабин. В зависимости от того, новая веревка или старая, более грязная или более чистая, может понадобиться два оборота. Сейчас, одну секунду. Если веревка абсолютно новая, не грязная еще, скажем так, и скользкая, то в таком случае мы просто бросаем два оборота и опять же встегиваем в карабин. Тем самым мы абсолютно полностью блокируем данное устройство. Можно уже обходиться без рук. Мы зависаем на месте. Если нам необходимо поехать дальше, мы просто скинули эти петли и разблокировали устройство. Можем продолжать движение по навеске. Еще раз повторюсь, все очень удобно. Есть рисунок. Если кто с первого раза не запомнил, всегда можно посмотреть, как это делать правильно. Кроме всего прочего, устройство полностью сертифицировано, как по европейским стандартам ЦИН, так и по стандарту ЮИАА от Ассоциации Альпинистов. Они точно знают, о чем говорят. То бишь, оно соответствует по своим прочностным характеристикам, всем необходимым требованиям и всем заявленным нагрузкам. Вот такое вот замечательное устройство. Присутствует в продаже в нашем магазине, как и многие другие интересные вещи. Если оно вас заинтересовало, обращайтесь, звоните, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте, что для постоянных клиентов всегда хорошие скидки. До скорых встреч, уважаемые! Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...